Песня 4. Нарушение клятв. Обход войск. Читает Пётр Филин. Боги, узев соотца на помосте, золотом заседая, мирно беседу вели. Посреди их цветущая геба нектар кругом разливала, и кубки приемля золотые чествуют боги друг друга, с высот на трою взирая. Вдруг олимпиец Гранион замыслил Геру прогневать, речи в язвительной. Он, издеваясь, беседовать начал. Две здесь богини, помощницы в бранях царя Менелая, Гера Аргивская и Тритогения Аллаукамена. Обе, однако, далеко сидя из Олимпа, взирая, тем утешаются. Но с Александром везде Афродита. Помощь ему подает, роковые беды отражает. И сегодня любимца спасла трепетавшего смерти. Но, очевидно, победа над ним Менелая, Героя. Боги, размыслим, чем таковое деяние кончитесь? Пакили грозную брань и печальную распрю воздвигнем или возлюбленный мир между двумя племенами положим? Если сие божествам и желательно всем и приятно будет стоять нерешимую трое приама владыки и с Еленой Аргивскую в дом Менелай возвратиться? Так он вещал. Негодуя, вздыхали Афина и Гера. Вместе сидели они и троянам беды умышляли. Но Афина смолчала. Не молвила гневное слово Зевсу-отцу. А ее волновала свирепая злоба. — Гера же гнева в груди не сдержала, — воскликнула Зевсу. — Сердцем жестокий краньон. Какой ты глагол произносишь? Хочешь ты сделать и труд мой ничтожным, и пот мой бесплодным, Коим трудясь обливалась? — Я истомила и коней, Радь подымая на гибель Приаму и чадом Приама. — Волю твори, но не все от бессмертных ее мы одобрим. Ей негодующий сердцем ответствовал Зевс, тучеводец. — Злобная, старец Приам и Приамовы чада, Какое зло пред тобой сотворили, Что ты непрестанно пылаешь град Илеон истребить Благолепную смертных обитель. Если б могла ты, войдя во врата и троянские стены, Ты бы пожирала живых и Приама, и всех Приамидов, И троянский народ, и тогда б лишь насытила злобу. Делай, что сердцу угодно. Да горький сей спор напоследок Грозной вражды навсегда между мной и тобой не положит. Слово еще изреку я, А ты впечатлей его в сердце. Если и я, пылающий гневом, Когда вас желаю град не спровергнуть, Отчизну любезных тебе человеков, Гнева и ты моего не обуздывай, Дай мне свободу. Грации тебе я предать соглашаюсь, Душой не согласны. Так под сияющим солнцем и твердью небесную звездной Сколько ни зрится городов, Населенных сынами земными, Сердцем моим наиболее чтима священная Троя. Трое владыка Приам и народ Копьеносца Приама. Там никогда мой алтарь не лишался ни жертвенных пиржеств, Ни возлияний, ни дыма. Сия бы нам честь подобает. Вновь провещала к нему Валаокая Гера, богиня. Три для меня наипаче любезны Ахейские Града. Аргус, холмистая Спарта и град многолюдный Микена. Их истребитые, когда для тебя ненавистными будут. Я не вступаюсь за них и отнюдь на тебя не враждую. Сколько бы в гневе моем Не противилось их истреблению, Я не успела б и гневная. Ты на Олимпе сильнейший. Но труды и мои оставаться Должны ли бесплодны? Я божество, как и ты, Исхожу от единого рода. И богиня старейшая, Дчерь хитроумного крона, Славой сугубо и горжусь, Что меня и сестрой, и супругой ты нарицаешь. Ты над бессмертными всеми царящий. Но оставим вражду, И, смиряясь друг перед другом, Оба взаимно уступим, Да следуют нам и другие боги бессмертные. Ныне, кронит, Повелитой Афине быстро сойти К истребительной брани Троян и Данаев. Пусть искушает она, Чтоб славою гордых Данаев Первые трое сыны оскорбили, Разрушивши клятву. Так говорила, И внял ей отец И бессмертных, и смертных. Речи крылатые он Устремил к светлоокой Афине. «Быстро, Афина, лети К ополченью Троян и Данаев, Там искушай и успей, Чтоб славою гордых Данаев Первые трое сыны оскорбили, Разрушивши клятву». Рек и подвигнул Давно пылавшую сердцем Афину. Бурно помчалась богиня Солимпа Высокого, бросясь. Словно звезда, Какую крани он Зевс посылает Знаменьям или пловцам, Или воюющим ратьям народов, Яркую, в круг из нее Неисчетные сыплются искры. В виде таком устремляясь на землю, Паллада Афина пала в средину полков. Изумление обняло Зрящих конников Храбрых Троян И медяна доспешных Данаев. Так говорил не один ротоборец, Взглянув на другого. Снова в войне ненавистной, Снова сеча кровавой Быть перед троей. Или полагает мир между нами Зевс всемогущий, Который межсмертными браней решитель. Так не один говорил в ополчениях Троян и Ахеин. Зевсоваш дочь, Антынорова сына, приявшая образ, Мужа Лаодака Храброго, В сонмы Троянские входит. Пандера, богу подобного, Ищет, кругом вопрошая. Видит его, Непорочный и доблестный сын Ликаонов, Пандар, Стоял и при нем густые ряды щитоносцев, Воев, пришедших за ним От священных потоков эсепа. Став близ него, Устремила богиня крылатые речи. Будешь ли мне ты послушен, Воинственный сын Ликаона? Смеешь ли быстрой стрелою Ударить в царя Манелая? Втрое от каждого ты Благодарность и славу стяжаешь, Болеешь всех от прямого сына, Царя Александра. Так от него ты от первого дар понесешь, знаменит. Если узрит он, что царь Атрион, Манелай Брононосный, Свержен твоею стрелой, На костер подымается груз. Пандер, дерзай, порази Манелая Высокого славы. Прежде ж обед сотвори Луконосцу Ликискому Фебу, Агнцев ему первородных принесть Знаменитую жертву, В отческий дом возвратяся В священные зелья и стены. Так говоря, безрассудного сердца Афина подвигло. Лук обнажил он лоснистый, Рога быстро скачущей серны, Дикой, которую некогда сам он под перси уметил, С камня готовую прянуть. Ее, ожидавший в засаде, В грудь он стрелой угодил И хребтом опрокинул на камень. Роги ее от головы На шестнадцать ладоней вздымались. Их, обработав искусно, Сплотил рогодел знаменитый. Вылыщил ярко весь лук И покрыл его златом поверхность. Лук сей блестящий стрелец, Натянувший искусно изладил, К долу склонил. И щитами его заградила дружина. В страхе дослуги Арея в него не ударят, Ахейцы, прежде чем будет пронзен Меналай, Боевода Ахеин. Пандер же крышу колчанную поднял и выволок стрелу. Новую стрелу крылатую, Черных страданий источник. Скоро кто гойте тебе приспособил он горькую стрелу, И, обед сотворя луконосцу ликийскому, Фебу, агнцев ему первородных, Принесть знаменитую жертву, В отческий дом возвратяся в священные зелья и стены, Разом повлек он и уши стрелы, И воловую жилу. Жилу привлек до соса и до лука железо пернатый. Едва круговидный огромный свой лук изогнул он, Рог заскрепел, Тетива загудела и прянула стрелка, Остроконечная, жадная, В сон мы влететь сопротивных. Но тебя, Менелай, не оставили жители неба, Вечные боги и первая тщерь, Светлоокая Зевса. Став пред тобою, Она возбраняет стреле смертоносной К телу касаться. Ее отражает, как нежная матерь, Гонит муху от сына, Сном задремавшего сладким. Медь направляет богиня туда, Где застежки золотые запон смыкали, И где представлялась броня двойная. Бурнепернатое, горькое, В сомкнутый запон упало, И насквозь просадила изящно украшенный запон. Броню насквозь, украшением пышную, Быстро пробило, Навязь медную, Тело защиту, Стрел сокрушения. Часто его защищавшую, Самую навязь пронзила, И рассекла могучая, Верхнюю кожу героя. Быстро багряная кровь заструилась Из раны Атрида. Так, как слоновая кость, Обогренная в пурпу женою, Карской или меонской, Для пышных нащечников конем, В доме лежит у владелицы. Многие конники страстно жаждут обресть, Но лежит драгоценная царская утварь, Должная быть и коню украшением, И коннику славу. Так у тебя, Менелай, Обогрелисья пурпурной кровью бедра крутые, Красивые ноги и самые грязные. Ужас пришел Атрид, Повелитель мужей Агамена, Брата, увидевший кровь, Изливавшую стоком из язвы. В ужас пришел и сам Менелай, Воеватель отважный. Но лишь увидел шипы И завязку пернатой вне тела, Вновь у Атраева сына Исполнились мужества Персии. Тяжкостяная и за руку брата держа, Агамемнон так между тем говорил, И кругом их стенала дружина. Милый мой брат, На погибель тебе договор заключил я, Выставив против троян Одного из Данаев сражаться. Ими пронзен ты, Попрали трояне священную клятву, Но не будут ничтожными клятва, Кровавая жертва, Вин возлияния и рук Сопряжение на верность обета. Если теперь совершить Олимпийский зевест не рассудит, Поздно, но он совершит, И трояне великою платой Женами их и детьми И своими главами заплатят. Твердо уверен я в том, Убеждаясь и духом, и сердцем, Будет некогда день, Как погибнет высокая троя. Древний погибнет прям, И народ копьеносца прямо. Зевс Эгеох, Обитатель Эфира, Высокоцарящий, Сам над головами троян Заколеблет ужасным эгидом, Сим вероломством прогневанный. То неминуемо будет. Но меж тем, Менелай, И жестокая будет мне горесть, Если умрешь ты, о брат мой, И жизни предел здесь окончишь. Я, отягченный стыдом, Отойду, многожаждущий Аргас. Скоро тогда по отечеству Все затаскуют их яйцами. В славу при Аму И в радость с троянам Здесь мы оставим нашу Елену, И кости твои Средь поля истлеют, Легшие в чуждой троянской земле Несвершенному делу. Скажет тогда не один Беспредельно надыменный троянец, Гордо нагробно скачев Менелая, Покрытого славой. Если бы так над всеми Свой гнев совершал Агамемнон, Он к Илеону-Хейскую рать Приводил бесполезно. Он с кораблями пустыми В любезную землю родную Вспять возвратился, Оставившись здесь Менелая-героя. Так он речет. И тогда раступися, земля, Подо мною! Душу ему ободряя, Вещал Менелай светловласый. Брат, ободрись, И в страх не вводи ополчение Агейским. Вместо мне Несмертельная медь вонзилась. Прежде пояс мой Испещеренный ее укротил, А под он им Запон и навязь, Которую медники мужиковали. Быстро ему отвечал Повелитель мужей Агамен. Было бы истинно так, Как вещаешь, Возлюбленный брат мой. Язву же врач знаменитый Немедля тебя испытает И положит врачевств, Утоляющих черные боли. Рек и К Талфибию Вестнику речь обратила Гамем. Шествуй, Талфибий, И к нам призови И Махаона мужа, Славного рати врача, Асклепия мудрого сына. Пусть он осмотрит Вождя Аргивян, Менелая героя, Коего ранил стрелою стрелец, Знаменитый Литийский, Или троянский, На славу троянам, Ахейцам на горесть. Рек, И глашатый немедленно Слову царя повинулся, Быстро пошел сквозь толпы И великому войску Данаев Окрес смотря по рядам, И героя Махауна видит. Пешен стоял, И кругом его храбрых Ряды щитоносцев, Воев, За ним прилетевших Истрики, Обильной конями. Став близ него, Устремляет Талфибий крылатые речи. Шествуй, Асклепия в сын, Агамемнон тебя призывает. Шествуй, Увидеть вождя Аргивян, Менелая героя, Коего ранил стрелою Стрелец знаменитый Литийский, Или Троянский, На славу Троянам, Ахейцам на горесть. Так говорил он, И душу Махауна В персях встревожил. Быстро пошли сквозь толпы По великому войску Данаев, И когда притекли, Где Атрид Менелая Светлокудрый был поражен, Где, собравшись, Ахейские все властелины Кругом стояли, А он посреди их, Богу подобный, Врач из плотного запона Стрелу извлечь поспешает. Но, когда он повлек, Закривились шипы у пернатой. Быстро тогда разрешив Пестроблещущий запон, Под он им пояс и повесть, Которую медники мужиковали, Язвину врач осмотрел, Нанесенную горькой стрелою. Выжил кровь, И искусный Ее врачествами осыпал, Силу которых отцу его Хирон открыл дружелюбный. То и у порой, Когда Данайи заботились В круг Менелая, Быстро троянцы в ряды И наступали на них Щитоносцы. Снова Данайи оружием покрылись И вспыхнули боем. Тут не увидел бы ты Агамемнона, сына Атрея, Дремлющим или Дрепещущим или На брань неохотным. Пламенно к брани, Мужей прославляющей, Он устремлился. Кони Атрит Сколесницую, Медью блестящей, Оставил. Их праздодержец Могучий держал Недалеко храпящих. Муж Эвримеден, Потомок Пераусов, Сын Птолемеев. Близко держаться Атрит заповедал На случай, Когда он Члены трудом Истомит, Обходящий И строящий многих. Сам устремившийся Пеш, Проходил он Ряды ротоборцев, Где поспешавших На бой находил Аргивян Быстроконных, Духа еще им Представ, Предавал Возбудительной речью. Аргасовой, Воспомните Ныне Кипящую Доблесть. Нет, Небожитель Кранид В вероломствах Не будет Помощник Первых, Которые Клятвой Поправно Несли Оскорбление. Белое тело Их верно Растерзано Вранами Будет. Мы же Супруг Их Цветущих И всех Их детей Малолетних В плену Влечем На судах, Как возьмем Крепкостенную Трою. Но, Встречая Мужей, На печальную Битву Коснящих, Сильно На них Нападал, Порицая Жестокой Речи. Аргасовой, Стрельцы Презренные, Нет ли Стыда Вам? Что, Пораженные Страхом, Как робкие Лани Стоите? Лани, Когда утомятся По чистому Бегая Полю, Купой Стоят, И нет В их Персях Ни духа, Ни силы. Так, Пораженные Вы здесь Стоите И медлите К бою. Ждете ли Вы, Чтоб Трояне До самых Рядов Приступили Наших Судов Лепокормных На береге Моря Седова? Там, Чтоб Увидеть Вам, Вас ли Рукой Покрывает Кронил? Так Он Начальствуя В круг Обходил Ротоборные Строй. Скоро Приближился Критским Идя Сквозь Толпу Ротоборцев. Критяне Строились В бой В круг Отважного Идоменея. Идомене Впереди Их Подобился Вепре Могучей. Вождь Мерион У него Позади Возбуждал Ополчение. Их Усмотревший Наполнился Радостью Царя Гомен И Предводителя Критин Приветствовал Ласковой Речью. Идоменей, Тебя Среди Сонма Героя Вахейских Чествую Выше Всех, Как в боях И Деяниях Прочих, Так и На празднествах Наших, Когда Благородным Данаем К пиру Почетного Чермного Чаши Вина Растворяют. Где Предводители Прочие Меднодоспешных Данаев Пьют Известную Мерой, Но Кубок Тебе Непрестанно Полный Стоит, Как и Мне, Допьешь До Желания Сердца. Шествуй Жек Брани Таков, Как и Прежде Ты Быть В ней Гордился. И Атриду Ответствовал Критских Мужей Воевода. Славный Атрид, Неизменно Твоим Я Остану Со Другом, Верным Всегда, Как и Прежде Тебе Обещал Я И Клялся. Но Спеши Других Возбудить Кудряглавых Данаев. Битву Скорее Начнем. Разорвали Священные Клятвы Троясы И Постигнут Их Первых Беды И Погибель. Первые Клятвы Поправ Вероломно Они Оскорбили. Так Он Вещал. И Атрид Удалился Радостный Сердцем. Он Устремился К Аяксам, Идя Сквозь Толпу Радоборных. Оба Готовились В бой, Окруженные Тучей Пешей. Словно Как С холма Высокого Тучу Великую Пастырь Видит, Над Морем Идущую Ветром Гонимую Бурным. Издали Взору Его, Как смола Представляяся Черной, Мчится Над Морем Она Предвещая Страшную Бурю. С ужасом Пастырь Глядит Из стада Своей Гонит В пещеру. Вслед Таковы За аяксами Юношей Пламенных В битвах К брани Кровавой С врагом Устремлялись Фаланги Густые, Черные Грозно Кругом И щиты Воздымая Некопья. Видя Исих Наполняется Радостью Царь Агамемнон И К вождям Обратяся Крылатую Речь Устремляет Храбрые Мужи Аяксы Вожди Медналатных Данаев Вам Я народ Возбуждать Не даю Повелений Ненужных Сильно Вы Сами Его Поощряете К Пламенным Битвам Если Б О Зевс Олимпийский Афина И Феб Луконосец Если Б У каждого В персях Подобное Мужество Было Скоро Пред нами Поникнул Бы Град Крепкостенный Прямо Наших Героев Руками Плененный И в Прах Обращенный Так Поизнесши Оставил Он И К Другим Устремился Встретился Нестор Ему Сладкогласный Вития Пелосский Строил Своен Дружины И дух Распалял Их На Битву О Крест Его Пелагон Возвышался Аластер И Хромий Гемон Воинственный Царь И Беант Предводитель Народов Конных Мужей Впереди Сколесницы Минестер Построил Пеших Бойцов Позади Их Поставил И многих И храбрых Стену В сражениях Бурных Но Робких Собрал Середину С мыслью Чтоб Каждый Когда Они По воле По нужде Сражался Конникам Первым Давал Наставления Приказывал Им он Коней Рядами Держать И Нестройной Толпой Не Толпиться Нет Чтоб Никто На искусство Езды И на силу Надежный Прежде других Не пылал Впереди С сопостатами Биться Или Назад Обращаться Себя Вы Ослабите Сами Кто Ж В колеснице Своей На другую Придет Колесницу Пику Вперед Уставь Наилучший Для конников Способ Так Поступая И древние Стены И грады Громили Разум И дух Таковой Сохраняя В доблестных Персин Так Им Советовал Старец Давно Испытанный В Бранях Царя Гомемнен Узрив И его Веселится Душою И Обратясь К нему Устремляет Крылатые Речи Если Бы Старец Да Ныне Еще Как Душа Твоя В Персях Ноги Служили Тебе И Остались В Свежести Силы Но Угнетает Тебя Неизбежная Старость Пускай Бы Мужи Другие Старели А Ты Бы Блистал Между Юных И Атриду Ответствовал Нестор Конник Геренский Так Благородный Атрид Несказанно Желал бы И сам Я Быть Таковым Как Я Был Поразивший Эре Фалиона Но Совокупно Всего Не дают Божества Человекам Молод Я Был А теперь И меня Постигнула Старость Но И Таков Я Пойду Между Конными Буду Бодрить Их Словом Моим И Советом Вот Честь Остающаясь Старцем Копья Пускаю Стремляют Ахейня Младшие Мужи Родшиеся После Меня И Надежные Больше На силу Так Произнес И Атрид Удаляется Радостный Сердцем Он Менесфея Отличного Конника Близко Находит Праздно Стоящим И Окрест Афинен Искусных Сражениях Там Близ Менесфея Стоял Одиссей Многоумный Окрест Его Кефалена Вряды Небессильных Вобраний Праздно Стояли Еще Не слыхавшие Бранной Тревоги Ибо Едва Устремленные К бою Сходились Фаланги Конников Быстрых Троян И Ахеян И стоя Дружины Ждали Когда Наступивший Ахейская Башня Другая Прежде Ударит В Троян И Кровавую Битву Завяжет Так Их Нашед Возраптал Повелитель Мужей Агамена И К вождям Возгласил Устремляя Крылатые Речи Сын Скиптраносца Петея Питомца Краниона Зевса Так же И ты Одаренный Коварствами Хитростей Полный Что Укрываяся Здесь Вы стоите Других Ожидая Вам Из Ахейских Вождей Обоим Надлежало Быть Первым Быть Впереди И Пылающей Брани В лицо Устремляться Первые Вы От Меня И О Пиршествах Слышите Наших Если Старейшинам Пиршества Мы Учреждаем Ахейцы Там Приятно Для Вас Насыщаться Зажаренным Мясом Кубками Вина Сладкие Пить До Желания Сердца Здесь Приятно Вам Видеть Хотя Бы Десять Ахейских Вас Упредили Фаланг И Пред Вами Сражались Эмедью Гневно Воздрев На Него Отвечал Одиссей Знаменитый Речи Какие Атрид Из Уст У Тебя Излетают Мы Говоришь Ты От Битв Уклоняемся Если Ахейцы Мы На Троян Быстроконных Воздвигнем Свирепство Рея Узришь Ты Если Захочешь И Если Участие Примешь Узришь Отца Телемахова В битве С рядами Передних Конников Храбрых Троян А слова Произнес Ты Пустые Гневным Узрев Одиссея Осклабился Царь Агамем И к нему Обращаясь Начало Новое Слово Сын Благородный Лаэрта Герой Одиссея Многоумный Я Не упрековать Ни Удни Приказов Тебе Не вещаю Слишком Я знаю Что Сердце Твое Благородное Полно Добрых Намерений Ты Одинаково Мыслишь Со мной Шествуй О Друг А когда Что суровое Сказано Ныне После Исправим Но пусть То Бессмертное Все Уничтожит Так Произнесший Оставил Вождей И к другим Устремился Там Он Дедеда Нашел Диомеда Героя Стоящим Подли Коней И Своей Составной Колесницы Блестящей С ним Стоял Исфенел Благородная Ветвь Капанея Гневно Их Порицал Повелитель Мужей Агамен Он Где Меду Воззвал Устремляя Крылатые Речи Мужа Бесстрашного Сын Украдителя Коней Тидея Что Ты Трепещешь И Что Зираешь Пути Боевые Так Трепетать Не в Обычае Было Тидея Героя Он Впереди Пред Дружиною Первый Сражался С врагами Так Говорили Дела Его Зревших Я С Браноносым В подвигах Не был Не видел Но Всех Говорят Превышал Он Некогда Он Не с войной Но как Странник В Микенские Стены Мирный Вошел С Полиником Божественным Рать Собирая Брань Подымали Они На Священные Фивские Стены И Просили Микенен Дать им Союзников Славу Те Соглашались Отдать И решились Исполнить Прошение Но Звезд Отвратил Их Явлением Знамени Грозных Оба Вождя Отошли И Путем Обратным Достигли Брега Осопа Густокамышного Тучного Злаком Снова Оттуда Послом Аргивяне Послали Тидея Фивы Куда и Пришел Он И вместе Обрел Там Кадмеин Многих Перующих В царском Дому Этеокловой Силой Там Невзирая Что Странник Тидей Конеборец Могучий В страх Не пришел Находясь И один Среди Многих Кадмеин К подвигам Их Вызывал И на каждом Легко Сопротивных Всех Победил Таково Поборала Тидею Афина Злобой К нему Воспылали Кадмейцы Гонители Коней И на идущего Вспять Пятьдесят Молодых Ротоборцев Выслали Тайно В засаду И два Их Вождя Предводили Меон Младый Гемонит Обитателем Небоподобный И Автофонов Сын Ликофон Ненасытимый Боем Но Тидей И для них Жестокий Конец Уготовил Всех Поразил Их И дал Лишь Единому В дом Возвратиться Меона Он отпустил Покоряясь Знаменем Бога Так был Воинствен Тидей Эталиис Но сына Родил он Доблестью Бранною Низшего Высшего Только Витийством Рег Рег Что наших Отцов Мы Храбрее Воинство В меньшем Числе Приведя Под Рееву Стену Мы И престольные Фивы Разрушили Граци Мевратный Знаменем Верия Богов Не надеясь На Зевсову Помощь Наши же Ци Своим Безрассудством Себя Погубили Славы Отцов Не равняй Агамемнон Со славой Нашей Грозно Взглянув На него Возразил Диомет Благородный Молча Стой Капанит Моему Повинуясь Совету Я Не вменяю Вину Что Владыка Мужей Агамемнон Дух Возбуждает К сражению Пышнопоножных Данаев Слава Ему Предводителю Если Данайские Мужи Мощь Одолеют Троян И Святый Илеон Завоюет Тяжкая Горесть Ему Жи Когда Одолеют Данаев Но Устремимся И Сами Воспомним Кипящую Храбрость Рек И С высот Колесницы С оружием Прянул На землю Страшно Медь Зазвучала Вкруг Персии Царя Диамеда В бой Полетевшего Мужа Храбрейшего Обнял Бы Ужас Словно К обрегу Гремучему Быстрые Волны Морские Идут Гряда За Грядаю Клубимые Зефиром Ветром Прежде Молчание Стоя Паллада Афина Ужас насильственный Страх и несытая бешенством Распря Бога войны, мужегубца, Рея, сестра и подруга Малая в самом начале она присмыкается После в небо уходит головой А стопами подол уступает Распря на гибель взаимную Сяяла ярость меж ради Рыща кругом по толпам Умирающих стон умножая Рати одна за другую идущие Чуть соступились Разом сразились окожи Сразились окопья и силы Воинов медиодеянных Выпокла бляшный разом Сшиблись щиты со щитами Гром раздался ужасный Вместе смешались победные крики И смертные стоны Воев губящих и гибнущих Кровью земля заструилась Словно когда две реки Наводненные с гор Низвергаясь Обе в долину единую Бурные воды сливают Обе из шумных истоков Бросаясь в пучинную пропасть Шум их далеко Пастырь с утеса Нагорного слышит Так от сразившихся воинств И гром разлиялся И ужас Первый тогда антилог Поразил у троян Брононосца храброго Между передних Фализия ветвь Эхепола Быстро его поражает он В бляху косматого шлема И пронзает чело Пробежало Глубоко внутрь кости Медное жало И тьма Эхеполовые очи покрыла Грянулся он Как великая башня Средь бурного боя Тело упадшего За ноги царь захватил Элефенер Сын Халкодонов Воинственный вождь Крепкодушных абантов И повлек из-под стрел Поспешая скорее С троянца Лады совлечь Но недолго его Продолжалась забота Влекшего труп Усмотрев Крепкодушный воитель Агенор Вбок при наклоне Его от ограды Щита обнаженный С улицы Медной Пронзил И могучего крепость Разрушил Там он дух И спустил И при нем Загорелось Дело Яростный бой Меж троян И ахеян Как волки Бросались Вои Одни на других Человек с человеком Сцеплялся Тут поражен Теламонидом Сын Амфемиона Юный Жизнью Цветущий Герой Симоиси Которого Матерь Некогда С Иды Сошедшая Вместе С своими Родными Видеть Стада Родила На зеленых Брегах Симоиса Родшийся Там Наречен Симоиси Но И родившим Он не воздал За свое воспитание Краток Во цвете Был его век Теламонова Сына Копьем Пресечен Он Устремлялся Вперед Как его Поразил Теламонид В грудь Близ Десного Сосца На другую Страну Через рама Вышло Копье И на землю Нечистую Пал он Как тополь Влажного Луга Питомец При блате Великом Возросший Ровен И чист На единой Вершине Раскинувшей Ветви Тополь Который Избрав Колесничник Железом Блестящим Сек Чтоб В колеса Его Для прекрасной Согнуть Колесницы В прахе Лежит он И сохнет На бреге Потока Родного Юный Таков Самоиси Лежал Обнаженный До спехов Мощным Аяксом Ваякса Вдруг Примит Бестролатный Антиф Наметями Штолпища Пикой Острой Ударил Но Промахнулся Она Одиссеева Доброго Друга Левка Ударила В пах Увлекавшего Мертвое Тело Вырвалось С тела Из рук И Упал Близ Мертвого Мертвый Гневом Герой Одиссея За его Пораженного Вспыхнул Выступил Дальше Передних Колебля Сверкающей Метью К телу Приближеся Стал И Кругом Оглянувшись Мощно Ринул Блистающий Дрот Отступили Враги От удара Мужа Могучего Он же Копье Не напрасное Ринул Демокоона Уметил Побочного Сына Приама В дом Из обида Притекшего Спаст В кобылиц Легконогих Пика его Лаэртид Раздраженный За друга Уметил Прямо В висок На другую Страну Сквозь висок Просверкнуло Острая Пика И тьма Приамидовой Очи Покрыла С шумом На долу Он упал И взгремели Нападшим Доспехи Вспять Подались И передних Ряды И божественный Гектор Громко Вскричали Ахеян сыны И похитивши Трупы Ринулись Прямо Пробились Вперед Аполлон Раздражился Смотря С пергамских Высот И воскликнул Троян Возбуждая Конники Трои Вперед Не давайте Выбранного Поля Гордым Ахейцам Их Грудь Не камень Тела Не железа Чтобы Медиудары Пронзающие Тело Оничтожить Внесь Эпелид Не воинствует Сын Сердце Питая Так Голень Его Поразил Предводитель Фракеен Пирос Герой Имбразин Келеону Из Эны Притекшей Обе На голени Жилы И кость Раздробил Совершенно Камень Бестыдный И Навснич Шатаяся В праха Маринки Грянулся Руки Дрожащие К милым Друзьям Простирая Дух Предающий А тут Прилетел Поразивший Фракиец Пирос Могучий И пику Вонзил Средь Утробы На землю Вылилась Внутренность Вся И мрак Осенил Ему Очи Пироса Бурного Пикой Ударил Фуас Этолиец В Персии Выше Соса И он Зился В легкая Пика Быстро Примчался Фуас Этолиец Могучую Пику Вырвал Из Персии Фракийца И меч Обнажив Изощренный В чрево Его посредине Ударил И душу Исторгнул Сбруешь Похитить Не мог Обступили Герои Фракийцы Мужи Высокочубастые Грозно Уставивши Копья Ими Сколь Ни был Огромен И крепок И мужеством Славен Прогнан Фуас И назад Отступил Поколебанной Силой Так По кровавому Праху Один Близ Другого Простерлись Копьями Грозных Фракийин И медно Оружных Эпеин Два Воеводы И О крест Их Многие Пали Другие Делу Сему Нихулу Произнес Бы Свидетель Присущий Если Б Еще Невредимый Нераненный Острую Медью Он Среди Боя Вращался И Если Б Афин И Палады Дланью Был Предводим И От Ярости Стрел Охраняем Много И Храбрых Троян И Могучих Данаев В День Он И Ниц По кровавому Праху Простерлась Друг Подле Друга Друга Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok